Это безопасный блокчейн нового поколения. Видим, что сайт переведен у нас на английский язык и китайский. Мы можем ознакомиться на данном сайте с командой проекта, с дорожной картой и непосредственно с самим продуктом. Также у нас есть проект white paper и технический white paper. Мы можем посмотреть, как с технической точки зрения все это у нас работает. По сути, этот проект представляет собой возможного конкурента EOS, судя по идеям, которые команда здесь желает воплотить в жизнь. Давайте посмотрим. Я скачал заранее непосредственно сам white paper. Это техническая документация на 50 страниц. Здесь рассмотрены все основные детали, то непосредственно как это функционирует. Посмотрите, изучите. Опять-таки, если у вас будут какие-то вопросы, то пишите мне в комментариях. Я постараюсь на них на все ответить. И далее у нас есть еще white paper. Он у нас на 73 страницы. Документация здесь просто воспринимается. Есть оглавление. Можно все посмотреть. И получается разобраться с этим всем. Опять-таки, если какие-то вопросы будут, то пишите. Я вам в этом помогу. И давайте посмотрим. Вот здесь у нас на распределение токенов. Посмотрим. И несколько слов про данный проект. Ядром данного проекта является внедрение абсолютно нового механизма консенсуса. То есть, это случайный proof of work, что позволит соединить вместе высокую производительность и безопасность высочайшего уровня. И в период столь бурного развития технологий блокчейн появляется большое количество новых проектов. И молодые команды порой гонятся за привлечением инвесторов. И забывают о самом главном, о технологии. В данном же проекте именно существует технология в первую очередь. И технология. Значит, сама команда UseChain в первую очередь заботится о безопасности своего пользователя, создавая многоуровневую систему идентификаций и шифрования. Обеспечивая полную безопасность и свободу действий внутри своей сети. И давайте посмотрим на распределение токенов. То есть, всего у нас будет такое количество токенов. 45% у нас поступит на продажу. 5% на маркетинг и поддержку партнеров. 20% на вознаграждение комьюнити. 15% на вознаграждение комьюнити, кто помогал проекту в техническом плане. И 15% получит команда. И давайте сейчас посмотрим ниже. Значит, то, какие функции есть у данного проекта. Какие особенности и решения. То есть, то, как это непосредственно будет работать. То есть, представлена эта система. Как в ней это будет все функционировать. По дорожной карте мы видим, что само начало у данного проекта было в 2016 году. И далее он развивался у нас, да. И сейчас мы находимся вот у нас на втором квартале 2018 года. Цель была сформировать комьюнити свыше 50 тысяч людей. И да, если вы зайдете вот в телеграм-канал, то вы на самом деле эти цифры увидите. Далее у нас это разработка основных вещей и запуск DAP. Да, уже третий квартал 2018 года. Четвертый квартал 2018 года. Работа будет продолжена. И полное функционирование у нас будет в 2019 году. То есть, не так долго осталось стать, как в других проектах. До 2021 года и так далее. Итак, по каждому участнику проекта вы можете зайти в LinkedIn и почитать. Но хочу сказать, что это люди, которые связаны непосредственно с блокчейном. Очень интересные, да. Перспективные проекты у них были. Можете посмотреть. И далее видим команду адвайзеров. Также это очень сильная команда. То есть, это Lucas Lu, это Ying Kao, Shan Jin Wei, Ken Ma, Alan Yan и Steve Zhu. То есть, очень крутая команда. Опять-таки, по каждому можно будет зайти и почитать больше. Я сниму отдельное видео про команду данного проекта. И видим то, на каких медиа ресурсах, на крупных, уже публикован обзор на данное ICO. Также все ссылочки на социальные сети я приложу к данному видео. Вы сможете с ними ознакомиться и прочитать там всю необходимую информацию. Не забывайте, что вы можете писать мне в комментарии свои вопросы. Либо задавать их напрямую разработчикам данного ICO. На этом все.